Здравствуйте друзья! У меня для вас вот такая задача. Это фотоматериал, который мы сегодня попробуем превратить в нормальную картину. Повучимся пользоваться фотоматериалом и повучимся писать волну со всеми ее прикрасами. Вот она такая у нас зеленоватая, синеватая с белым оформлением. Берем влагу, берем белило и создаем слякоть краски. Сначала белильную слякоть, поскольку голубые и зеленоватые мотивы должны быть разбелены, то чтобы легко краска входила одна в другую, мы сразу наберем слякоть белил. Такую работу весело было бы делать утром вместо физзарядки, поразмять мышцы души и организма. Итак, слякоть белил я бросаю на пол. Подмешивается отсюда немножко какой-то цвет, но это нас вообще не беспокоит. Берила на палитре чуть-чуть подпачканы. Нас это тоже не беспокоит. Все это рабочий процесс. Итак, слякоть лежит на толсте. Теперь берем большой мастихин. Надеюсь, вы уже такой приобрели. В отличие от нашего редкого мастихина, который нигде не встретишь сейчас, этот можно встретить и рекомендую приобрести. Многие новые работы будут с применением этого мастихина. Берем голубой, вгоняем в пол. Сразу задаем настроение горизонтали, которые вверху обозначены. Это горизонтальная идея моря. Здесь вертикаль подъема воды и снова горизонтально. Берем зеленый. В данном случае это бирюзовый цвет и достаточно крупно, с легкостью. Как раз есть повод потренировать исполнительскую легкость. Море к этому располагает. Написание моря располагает к легкости исполнительской. Более синяя, вы видите, теневая. Вот в этом месте самое темное место. И вот это ему вторит. Синий плюс немного коричневого будет несколько грязноватый цвет синего. Который здесь виднеется под пеной. То есть собственный цвет воды в глубоком этом месте грязноват синий. Итак, берем синий плюс коричневый. Берем темно. Синий в данном случае у нас голубая ФЦ. Вот в этом месте просвечивается темная вода. В живописи маслом мы обычно работаем заслоняя задник. Поэтому то, что сзади сначала, потом то, что заслоняем. Это просто больше даже похоже на физкультуру, а не написание картины. Настолько требует написания легкости исполнения. Волна здесь начала свой поворот. Добавили к бирюзовому желтый. И вот этот карамельный цвет освещенной воды вот с такой траекторией. Обязательно вот с этой траекторией. Вот с этой. Показываем. Желтый плюс немного Желтый-бирюзовый плюс немного белил. Несколько седоватый цвет зелени. Седоватый. Положим его. И тоже вертикально. Поскольку волна вот так поднимается. Вот эти сопельки краски пока храним как идею нахлёста пены. Голубой плюс коричневый приходит дополнительно в это пространство. Вы видите, крупный мастихин быстро справляется с задачей. Но на мокрую основу. Основа была слякоть белил. Периодически я вытираю мастихин. Вдали чуть светлее я добавляю белила. То есть на картинке у нас нет дали. Она заслонена брызгами пены. Но мы некоторым образом обозначим идею удаляющейся плоскости воды. Плоскости моря. И даже покажем чего там нет вторую волну. То есть там просто рябь пошла. Однообразная рябь. А мы немножечко поддержим переднюю волну второй волной сзади. И у нас от этого появится как бы более сложная композиция. тоже можно показать идею нахлёста и подъема плоскости воды. И вот посмотрите что делаю. Посмотрите. Вот эту красочку я поднимаю по нараспо поднимающейся траектории. Появляется идея плоскости. Плоскости поднимающейся от нас. Плоскость опускающаяся от нас меньше выражена меньше различима. она уходит туда. И мы видим только ее тонкую часть. Эту мы видим в фаз, а эту мы видим совсем уж в профиль. И получается идея ухода вдаль и идея основных плоскостей. сопелечка краски которая формируется вполне создает настроение пены. пены проявления здесь создадим просто штрихом. Вот таким штрихом. Здесь подмешивается и теневая белого которая синит в тени. Белая пена синит в тени. И подмешивается цвет зеленой воды и вместе они создают настроение вот этой набрызганности пятна. Штрих. Плашмя мастихийным штрих. Дополняем белый там где усиление белого и выштриховываем. Создается дым чатойе. Здесь создается подъем здесь создается дым копены появляются основные признаки плоскостей и разрушений плоскости. Здесь тоже плоскость продолжает свое движение вверх. плоскостей тоже какая-то пеночка. Вы видите буквально штришочек штришочек да еще и баловство мастихина. Здесь впору осваивать вот в таких задачах осваивать мастихин его лучшие проявления. Собственно я сейчас пересчитываю основные линии белого. Штрих штрих я не тороплюсь белить в полную меру. Я пока создаю настроение. Если здесь плоскость поднимается то здесь она опрокидывается. Показываем ее опрокидывательный характер. Придавливая краску вы видите я получаю идею колесика падающего. чуть-чуть высветлю вот это тонкое место воды устье вот это и эффект прозрачной воды появится. белилами чуть-чуть желтеньким вот этот карамелечный цвет воды. Здесь у нас белая плотная белая белый ковер пены который поднимается вместе с плоскостью воды. Возьмем белильца и чуть-чуть обозначим это пятно. Обозначим чтобы мы уже ориентировались где у нас что. Еще один сильный контраст происходит на поднятой маленькой поднятой волнушечки вот здесь которая аж заслоняет вот эту гору. Если у вас холст хороший то конечно скорее всего вы получите те же ощущения то же удовольствие которое получаю я. Если вы еще не нашли хороший холст могут возникнуть проблемы и вы я думаю что те кто уже пробует это столкнулись что у вас нечто такое не происходит значит плашмя мастихийным укладываем плашмя 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 раздавливаем краску надо привучить руку к штриху мастихина не шпатлевание а именно штрих раздавливание штрих раздавливание вот что вас очень сейчас интересует появился передний план ковер переднего плана появилась поднятая волна и появился уходящий задник здесь задник почти неразличим мы его усилили несколько усилим темный внизу второй волны то есть такую глубокенькость покажем напомню что это у нас синий с коричневым здесь у нас перекат сюда а здесь вторая волна пол вот этой траектории ну вот выполните пока эту задачу и пойдем дальше вот наша картиночка показываем зрителю направление плоскости не хаос хаос только перекрывающий нахлобучка но ковер лежит по направлению здесь уже более шпатлевательное движение шпатлевательное посмотрите какая траектория движения вытер придавил 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 появляется такой сложный рисуночек можно и вот такими вырезаниями создавать идею дырочек вы видите насколько дырчатое состояние ковра таки вот таки вот таки Так, ну вот, внятно теневая, внятно световое пространство. Пережелтил. Перекроем. Вы видите, какой густой мазок лег. Светлые партии любят густоту краски. Вот столько краски можно взять и покидать вот этим. Этот творог белью покидать в качестве ковра. Ну, дырявого ковра. Вы видите, и выцарапать можно. Продолжение следует. Творить морской пейзаж ни с чем не сравним. Кто хочет наслаждаться живописью, пишите морские пейзажи. Будет весело. Правда, не все его чувствуют, морской пейзаж. Есть люди, которые очень хорошо чувствуют русскую природу и совсем не чувствуют моря. Ну вот, ну никак. Ну, все-таки, 70% обучаемых довольно хорошо справляются с этой задачей. Пироэты. Всякого рода пироэты. Давайте сделайте в эту миру. Пойдем дальше. Опять этот зелененький свет. Опять это штрихование. И опять эти пены. Вы видите, некоторый поиск происходит. Не все с первого раза. Ложится идеально. Значит, вы по моей просьбе бережетесь от работы. от работы зубной щеткой. Чтобы коллегам по цеху не демонстрировать убогость технических возможностей. Чтобы они над нами не посмеялись. Несмотря на то, что и художники некоторые используют этот способ. Но поскольку есть способы более культурные и вполне доступные для исполнения. пока откажемся от идеи зубной щетки. Напомню, лодочный характер. Лодочный. Вы видите, даже подбирая эту сопельку, можно дать настроение заворота. Я тоже сейчас ищу идею вот этой части волны второй волны. Наверное, здесь не буду перерубать пеной. Даже наоборот, чуть-чуть уступлю. Так. Коврик. Пусть здесь будет поплотнее. Чтобы сильно не обращать внимание на неглавный кусок. Ну вот, сегодня мы на этом закончим. Я анонсировал вам все задачи, которые мы планируем. А, нет, подождите, секундочку. Хотел же это место чуть-чуть еще снабдить узором. Узорчиком. Вы видите, дырочки можно буквально выедать мастихином. Ну, буду считать, что этот сеанс мы закончили. А теперь нас ждет сеанс продолжения. Работа по сухому. Как улучшать, что улучшать и как не испортить то, что уже неплохо. Поэтому до новой встречи. Уже при дописывании этой картины. Продолжение следует. Продолжение следует...